Читаем единое, подразумеваем богатое. Партия власти по-прежнему вне конкуренции по части доходов и расходов. Это подтверждают и данные финансовых отчетов региональных партийных ячеек за первый квартал. Все документы, поступившие в область Бирком, уже отправлены из Ярославля в Москву в адрес Центральной избирательной комиссии. Правда, как выяснила Татьяна Волкова, о своих финансах отчитались пока не все. Так что у нас, Танюша, в партийных кошельках? Как и в целом по стране, Единая Россия в Ярославской области оказалась самой богатой партией. Ее доходы и расходы в первом квартале этого года были самыми большими. В начале апреля на остатке Ярославского отделения ядра числилось почти 4 миллиона. Следом идет яблоко с остатком всего 62 766 рублей. Как сообщает газета «Коммерсант», со ссылкой на центр «Избирком», доходы единороссов в целом по стране составили 973 миллиона рублей. За ними следует КПРФ с почти 216 миллионами. Ярославской области на 12 часов сегодняшнего дня коммунисты пока не отчитались. Как мне сказали в области «Избирком», и такое случается регулярно. Коммунисты запаздывают. Также не отчиталось и правое дело. Еще одна отличительная особенность Ярославской области в том, что в отчете ЛДПР стоят нули. Получается, что в прошедшем квартале партия не тратилась ни на выборы, не получала членских взносов, не получала пополнений из федерального центра. Тем не менее в России ЛДПР больше всех тратила на пропагандистскую деятельность 35 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем «Единая Россия». На прошедшие выборы в Пашихонском и Переславском районах потратилось только отделение «Единой России» почти 19 тысяч рублей. Членские взносы собрала только «Единая Россия» около 76 тысяч рублей. На свою деятельность вообще в первом квартале также больше всех потратили «Единороссы» 3,5 миллиона рублей, «Яблоко» 90 тысяч, «Патриоты России» 55 тысяч. От центрального аппарата партии получили средства только отделение «Патриотов России», «Единой России», «Яблоко» 55 тысяч, «Миллион триста» и 128 тысяч соответственно. Напомним, что эти данные без КПРФ и правого дела, которые пока не отчитались, а также «Справедливая Россия» и ЛДПР по отчетам не тратились. Напомню, что в области 7 партий. Перед избиркомом они отчитываются ежеквартально. За точностью отчетов следит комиссия контрольно-ревизионная. Туда входят представители УВД, ФСБ, Налоговая и Сбербанка. У меня все.